Здравствуйте! Это программа «Сумма мнений» в студии Владислав Горин и Ольга Новгородова. Добрый вечер! Добрый вечер! Черному тюльпану не дают распустить лепестки. Автор памятника воинам афганских и чеченских войн против того, чтобы его переделывали. Матери погибших в Чечне солдат выступают за то, чтобы мемориал был реконструирован. Они очень долго добивались этого. Администрация разрешила. Практически найдены деньги. Но один из мемориалов в предыдущем его виде выступает резко против изменений и говорит, что его идею хотят извратить. Этого человека зовут Андрей Серов. Он архитектор. Мы с ним обязательно сегодня свяжемся. А давайте пока посмотрим сюжет, который сняли наши коллеги об этой ситуации вокруг Чёрного тюльпана. Ну видите, вот растет трава. Трава растет. Коррозия. Посмотрите. Травой вздыхает Светлана. Поросли не только мемориальные плиты, сколько память о её сыне. Именно Алексей и других солдат, погибших в Чечне, скоро невозможно будет разобрать. Заменить их не могут из-за одного человека. Соавтора композиции «Чёрный тюльпан». У нас сейчас прошли мы все экспертизы. Всё. Дайте нам завтра деньги, мы послезавтра начнём работать. Но тут где-то в августе, что ли, появился на арену, выплыл вот этот Серов. Он опирается на то, что мы нарушили его авторский проект. Изначально Чёрный тюльпан был установлен в память о солдатах, не вернувшихся из Афганистана. Деньги на него собирали всем миром. Но со временем этот монумент стал символом скорби о всех военных, погибших в локальных войнах. Правда, имена других солдатов, служивших, например, в Таджикистане или Чечне, высекли не на металлических пилонах, а на плитах за памятником. Их практически совсем не видно. Мемориальные плиты, погибшие в Чечне, добавили к комплексу семь лет назад. Уже тогда архитекторам из-за нехватки места пришлось пожертвовать именами двух сот военных. Солдатские матери решили исправить несправедливость. Заказали новый проект. Вместо плит должны были появиться высокие стеллы. Один из авторов мемориала решил оспорить это решение в суде. Мол, его идея и так хороша. Очень важно, что не захотели услышать. Вот это очень важно. А почему не захотели? А потому что на реконструкцию я приглашен не был. И вообще о реконструкции я никогда не говорил. Всё. С коллегой не согласен и другой автор Чёрного тюльпана. Скульптор, создавший статую скорбящего воина. Идею с плитами он не одобрил с самого начала. И я сразу говорил, что там он стоит в яме. Там же в яме получается, там всё время будет грязь. Там это не видно. Вот эти пилоны стояли бы вот так. Их прекрасно все фамилии было бы видно. Тут конфликт-то выгненного яйца не стоит. Проект нового Чёрного тюльпана уже готов. По замыслу вокруг солдата появятся дополнительные пилоны. На них уместятся имена всех, кто не должен быть забыт. А над гранитной плитой с надписью «Чучня» появится каменная колокольня. Реконструкцию готовы провести в кратчайшие сроки. Я недавно читала документы, за сколько времени возвели в 95-м году вот этот мемориал, который мы видим. Его возвели, начали в августе, а закончили в октябре. То есть нам было бы стыдно, если бы мы сделали срок больше, чем в 95-м году. То есть я думаю, как минимум 3-4 месяца будет предоставлено финансирование, и проект будет радовать горожан. Точку в этом локальном конфликте должен в конце декабря поставить суд. Впрочем, по Гражданскому кодексу реконструкция возможна в том случае, если хотя бы один из авторов выступает за неё. Мария Новикова, Антон Лимонов. Новости 41-го канала. Отлично. Мы только что посмотрели сюжет, который сняли наши коллеги. Давайте я представлю. Это Маргарита Гордеева, руководитель службы новостей телеканала «Студия 41». 41-й домашний. 41-й домашний. Это как раз твои подчинённые сняли этот сюжет. Кроме Маргариты у нас в студии Константин Грюнберг. Назовем вас скромно скульптор, хотя мало кто из свердловчан не знает ваших работ. Стараюсь. Да. А ещё Эльвира Мисоедова. Да. Ну, солдатская мама. Мама погибшего майора в Грозном в новогоднюю ночь 1995-го года. Совершенно верно. И Валентин Алексеевич Панов, заместитель и руководитель комитета ветеранов Афганистана Железнодорожного района. Что важно заметить. Маргарита, вот мы только что видели сюжет о ситуации вокруг чёрного тюльпана. Ты можешь нам объяснить, почему уважаемый соавтор этого памятника, Серов, не даёт интервью? Что это была за чёрная картинка? Я сейчас объясню, почему это была чёрная картинка. Мы как журналисты, естественно, начали выяснять эту всю историю, но идти на контакт, сниматься, давать интервью и объяснять, почему он так решил, он категорически не хотел. Поэтому мы как честные журналисты не стали называть ни его имени, ни показывать его лицо. Он против был съёмок. А против вот по какой причине. Он сказал, что всё, что хотел сказать, он сказал в исковом заявлении и в письмах администрации города. Что якобы его не хотят слышать на вопрос резонный. Ну вот, пожалуйста, мы хотим вас услышать. Да, Андрей Серов подал иск в суд на 300 тысяч о защите авторских прав. Да, подал иск в суд о защите авторских прав. Он считает, что он готов подписаться только под реставрацией, но не реконструкцией. Почему? Чем она помешает? Он совершенно не объясняет. То есть нет никакой причины внятной. Он никак не объясняет. Говорит, меня не слышат, меня не слышат, меня не слышат. А у него нету какой-то личной заинтересованности? У него есть. Да, ну то есть это что, дело принципа или он денег хочет? Он денег хочет. Нет, а может быть у него кто-то из родственников всё-таки погиб? Вы того же мнения о вашем уважаемом соавторе? Я вот какого мнения. Я вот разговоров много ведётся по этому поводу. Кто прав и кто виноват. Получается, непонятно. Но если взять в принципе, если отбросить все эмоции, что мы хотим сделать? Хуже или лучше? В принципе. Мы хотим сделать лучше. Самое главное, отбрось всякие амбиции. Кто там первый, кто второй, кто третий, кто там пятый, десятый, кто пахал, кто на рогах не делал и говорил, мы пахали. Хочем сделать лучше. Но Андрей Серович считает, что идея искажена. Дайте я это скажу. Должны памятники, те имена, которые существуют, должны быть равноправны. Чтобы не было элемента уничижительности других молодых людей. Вот сегодня выпал снег, вот пришли мы к памятнику посмотреть, поглядеть. Я подошёл, сколько раз ходил, я уже не знаю, за эти 20 лет. Ведь прошло 20 лет, и вдруг всплыло ни с того, ни с сего. Я первый, я второй. Ну и всё как на картинке, засыпаны имена выходить. Да не в этом дело засыпано. Вот подошёл мужчина к этим пилонам, к этим самым, подошёл, посмотрел, я так вижу, что видимо какой-то родственник. Он перекрестился и пошёл дальше. Подошла мать человека, который отвоевал в Афгане. Потом пришёл на родину, как в песне, вернулся я на родину. И на родине его убили. И сделали, мы вот такую могильную плиточку сделали. И вот пришла старуха, она, извините, я так называю. Я ничего не знаю. И варежками своими, со слезами, с соплями, значит, стирает эту фамилию. Ну почему не сделать так же достойно и красиво, как и есть? Построить пилоны. Совершенно верно. Так же, как и у Афганцев. И кроме всего прочего. Да скажу я свою идею. И кроме всего прочего. Ведь эта композиция, она архитектурная. Она интересна в плане. Она подковой в плане. А если мы смотрим её анфас, смотрим со стороны моей скульптуры прямо, то она, обрываются у неё эти пилоны. А когда поставят пилоны с той стороны, они будут как бы фоном, понимаете? Фоном. И колокол. Колокол на Руси – это первое дело со святым Георгием Победоносцем. И я думаю, это было бы очень сильно. Это усиливало бы этот самый момент. У Андрея Серова явно другое мнение. Давайте попробуем ему прямо сейчас позвонить, если он нам ответит. И узнаем. Вы сейчас можете сказать. Давайте дадим право голосу. Давайте попробуйте, что он ответит. Если он нам ответит, конечно. Конечно, да. Я думаю, что он ответит. Алло. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Меня зовут Владислав Горин, телеканал ЕТВ. А подскажите, пожалуйста, вот мы обсуждаем чёрный тюльпан. Можете объяснить, почему вы против реконструкции? Я этого не отсутствую. Сейчас я в суде. Можно справиться с облоками. Понятно. Ну, тогда один маленький вопрос. Вы денег хотите или это вопрос принципа? Очень жарко, очень жарко, понимаешь? Ну, так вот вы, без денег, мастер. Что, мне не стыдно, я обязан был вас спросить. Ну, почему против, он так и не говорит. То есть, он просто в суд и в суд. Можно я скажу? Да. Вот у него очень интересная позиция, но тактически, с точки зрения тактики, она очень правильная. Дело в том, что мы не в лесу живём. Вопрос о реконструкции чёрного тюльпана стоит очень давно. Уже более года назад первая публикация, ну, с несколько изменённым колоколом, но, тем не менее, в местной прессе проходили. Так, подождите, можно вот это то, что сейчас есть? Это то, что сейчас есть. И вот как раз вот эти плиты, это именно... Да, они под снегом, их не видно. И вот они. Теперь то, что хотим мы. Мы хотим, вот. Ну, то есть, на месте этих плит поставить ещё пилон. Так вот эти публикации проходили в местной прессе. Не часто, но, тем не менее, было. Несколько раз газеты у нас эти остались. Да, я ещё покажу. То есть, господин Серов это вполне видел. Он был в курсе. Мы всё время не храним. Ему предлагалось, ну, может быть, не в официальной форме, конечно, в устной, ему предлагалось принять участие. Господин Серов не отвечал. Хранил гордый молодчим. И вот, когда всё было утверждено, было много градостроительных советов. Вот здесь у меня есть постановление градостроительных советов, на которых, ну, друг к другу, как говорится, господа скульпторы Костя ломали, ну, пришли к единому мнению. В итоге, и вот этот вариант они утвердили. Это был август прошлого года, так? Да. Так. И после этого появляется Серов? Нет. Он появился в августе этого года. Сделан проект. Заплачено за проект деньги. То есть мастерская академика Белянкина и проектная компания «Ампер» совместно всё это сделали. Проект согласно вот. Всё. Получено постановление о реконструкции городской. И пришло автор. Уже согласован с областью. Господин Мишарин поставил сроки, чтобы к 1-му, к 31-му октября было всё закончено. К 1-му октября. К 31-му октября. Ну, не суть важна. К 1-му октября или к 31-му октября, не суть важна. Ну, тут не повезло. Господин Мишарин ушёл. И вот, когда уже всё закончено, появляется господин Серов. Но он как-то объяснял свою позицию? Вот вы с ним разговаривали. А принцип здесь простейший. Я появился в тот момент, когда вы мне отказать уже не можете, потому что деньги за проект заплачены. А деньги собраны же с людей. И отступить не можете. Понимаете? Тактически очень правильная позиция. То есть я своё возьму. Ну, а что, нелогично получить деньги за проект, которым ты занимался, воспользоваться авторским правом? Я попомню тебя, чтобы не забыть мне вот эту идею, вот по поводу того, что он появился. Вы знаете, между прочим, когда я делал памятник, вот у меня авторский договор вот у меня лежит здесь, когда я делал, он два года вообще пропал, и его не было. И я уж думал, куда он вообще вообще не было. Я уж думал, куда он то ли уехал, то ли умер, то ли ещё что. И когда уже было всё закончено, то же самое. Появляется и говорит, и мы пахали. И мы пахали. Друзья, а кто-то мне может объяснить, как правильно оценить вклад каждого из создателей в общий результат? Вы понимаете, дело вот в чем. Вообще в творчестве, я имею в виду вообще творчество, и вот в том числе и ваше, море материала уходит в корзину, верно ведь? И только очень немного остаётся то, что идёт в дело. Ну сколько в реальности создателей Чёрного тюльпана? А? Сколько в реальности создателей Чёрного тюльпана? Сколько у вас участвовало? Сколько у него авторов? Двое. Только лишь двое? Двое. Но это же памятник, это же большая работа, это тяжёлая работа. У меня были форматоры. Вы считаете, что вы больше вложили? Не считаю, не хочу я делиться больше, там и меньше. Подождите, я тебе скажу. Кто больше, кто меньше? Меня сейчас интересует не это. Меня интересует, чтобы вот эти вот парни, которые сзади, чтобы они достойно там были отражены. А памятник у меня стоит, у меня много монументов стоит, и больше им будет там одним или меньше. Так а вы попробовали Серову говорить, нет? А что с ним говорить-то? Когда он пришёл через два года, Да ничего он меня не послушает. Вот из-за чего сыр-бор-то? Мы пахали. Понимаете? Вол прошёл, спахал поле. А наверху сидела муха, сидела. Понимаете? Два года с половиной пришёл, прошёл. И он появляется, говорит, и мы пахали. Так меня жулики чуть не убили ведь там. Понимаете, в чём дело в этой конторе? Когда я делал памятник. В какой конторе? В моём мастерской. В смысле, когда я раздал руку? А у нас 90-х годов. Вы понимаете, я жил... У меня мастерская, значит, самая. У меня остался трос монумента. Я с ней и занимаюсь. Приходят, значит, деловые. И говорят, ты давай выбрасывай свою памятник отсюда. И всё. Я говорю, так как же так? А у меня огромный стоит. У него голова такая 80 сантиметров. Она у меня сейчас в мастерской валяется. Я говорю, так как быть-то? Я один остался. Все разбежались. Делектор повесился. Бухгалтер убежал. Понимаете, о чём дело? Мой соавтор, значит, который был раньше... Вову Лебедева посадили. Я думаю, ну они сейчас меня ударят просто на борт. Подождите, подождите. Вот можно возвращаться к теме соавторства? Я доскажу. Я доскажу. И так я остался один. Я обратился к авганцам. И там был тогда представитель Дмитриенко... Как его звали-то? Александр Григорьевич. И Александр Григорьевич Дмитриенко. То есть поставил мне пост туда. И они меня два с половиной года охраняли круглосуточно. Там находились... Вот такой судьбой построенный памятник. Всё-таки по поводу соавторства. Дело в том, что сейчас мы связывались с прокуратурой, да, с теми, кто принимает, рассматривает заявление. И они мне сказали, вот какую историю. Сейчас они будут выяснять... Вот он? Сейчас будет выяснять, какое соавторство, да, имеет сейчас Серов. И выяснять, есть ли у него эксклюзивное право авторское. Или это эксклюзивное право авторское всё-таки ваше. То есть вы настаиваете на своём авторском. У кого-то издвоих по гражданскому кодексу, если один из авторов против, то его можно не слушать. Но только в том случае, если он не обладает эксклюзивным авторским правом. Вот кто обладает этим правом эксклюзивным авторским? Вот я вам скажу сейчас такое дело. А давайте договоре посмотрим. Договор, пожалуйста. А вот договор у меня есть по поводу самого... Вот у меня договор с Росмоломеном и искусством. Когда это было в 92-м году, значит, афганцы сделали это самое, сделали... И на торжественном заседании на Уралмарше было объявлено, что первое место занял коллектив скульптор Грюнберг, архитектор Асеров. Каждому из нас выдали по две с половиной тысячи тому и другому. Кто тут первый, кто второй? Но! Но! Договор заключили со мной! От начала и до конца. Вы простите его? Это копия. А я правильно понимаю, что замысел Серова, что вы его масштабировали просто? С чего он... Идея вообще чья? Вы понимаете, когда люди работают... Вот мы сидим вот за столом. Вот мы сидим за столом. И все делают на одну тему. Мы с ним договорились. Какая бы работа ни прошла, ну нищета, голод, ничего нету, ни зарплаты, ничего нету. Какая бы идея ни прошла, она будет общей. И прошло 20 лет. И что теперь с меня пытать? Я вот совершенно случайно нашел авторский договор с собой. Тут даже деньги указаны какие. А что вас пытать? Вы и не против. Вы наоборот за. Нет, я за. Никто вас пытать не собирается. Друзья, давайте дадим слово Эльвире. Она уже давно просит. Пожалуйста, говорите. Да, Эльвир Сергеевна. Так. Я, значит, начну с чего? Когда в третьем году поставили вот этот памятник, нас никто не спросил, нам ничего не предложили. То, что я там пыталась куда-то проникнуть, я, конечно, не смогла. А что вы имеете в виду? Ничего не предложили, никто не спросил. Вот этот памятник, который вот сейчас... В смысле, что чеченцев в кавычках приделывают к афганцам в кавычках. Да, да, да. Ничего. Ну, вы знаете, что мы сразу просили, чтобы именно на этом месте был памятник такой же достойной гибели наших ребят. Они ведь все-таки защищали целостность России. Они защищали, хотя им Родина обещала, что их не забудет. Но тут, получается, ладно. И когда в третьем году поставили вот этот памятник, я немножко соображаю в этом деле, я сказала, что он долго не простоит. Через три года он начал ржаветь. Тогда я пришла в организацию, в афганскую организацию железнодорожного района. Почему я пришла именно туда? Потому что я живу в этом районе. И Игорь Сергеевич Ермаков понял меня, и мы начали эту работу. Мы проработали шесть лет. 26 ноября будет ровно шесть лет, когда наша команда занималась вот этим делом. Мы прошли большие коридоры, много дверей, но мы все-таки сделали этот памятник. Деньги мы собирали. Мы заплатили... В общем, мы сейчас еще за документацию должны 300 тысяч. Денег у нас нет. Собирали вот так. Как я говорю на паперке. Ну и сейчас вы собираете, я так понимаю, со всего мира. Дело в том, что вот мы сейчас прошли. У нас полная документация. Полная, техническая. У нас есть макет вот этой картины, которую я показала. Но у нас... Прошли мы экспертизы все. В общем, готовность у нас номер один. Дайте нам сегодня деньги, мы завтра начнем строить. Но вы собираетесь со спонсоров, я правильно понимаю? Дело в том, что Мишарин нам обещал, ничего не дал. Он ничего не помог. Ну почему не успел? Мы в феврале с ним собирались. Ну, может быть, он и не успел. Но он должен был передать свою деятельность тому, кто принял у него этот пост. Но во всяком случае, мы сейчас сидим без денег, и вдруг выплывает господин Серов, что мы нарушаем его авторское право. Да, есть такой пункт в законе, нарушение авторских прав. Но дело-то в том, что защищать-то что? Вот эти плиты, где не видно фамилий наших сыновей. Что защищать? Если было бы что защищать... Илья Сергеевна, а может быть начать с нуля и попробовать пробить новый памятник? Вы что? Мы шесть лет работаем над этим. И какой новый еще памятник? Я вам сейчас еще минуточку скажу. В другом месте памятник ставить нельзя. Потому что ребята, прошедшие Афганистан, погибали в Чечне. Это связано. Вот вы должны меня понять, что это связано между собой. Но на примере вашего сына, собственно. Да даже на примере... Ну, мой сын мало был в Афганистане. В основном вот он... В Чечне началась эта заваруха. И вот он в первый же день, в первую же ночь он там погиб. Но дело-то в том, что не только мой сын. Многие ребята прошли Афганистан, а погибли в Чечне. В другом месте этот памятник ставить нельзя. Этот вопрос у нас был еще, наверное, в 98-м году. Кстати, вот этот памятник, который у господина Серова стоит, он еще макет, я видела еще где-то в 98-м, в 99-м году. Я сразу протестовала против него. Ну что, я выступала одна, никто же... Кто меня будет слушать? Подумайте там, как это... А почему против-то были? Он вам эстетически не нравился? Потому что вы просто не все фамилии... Во-вторых, а эстетический? Там же идет коррозия металла. Там коррозия металла идет. Он говорит, реставрация. Вы знаете, что такое реставрация? Это опять деньги. Опять года, через три опять начнется такая же катавасия. Потому что у нас что? У нас такая природа. У нас погода такая. Дождь, снег, наледь, все это соскабливается. Вот я же вам показала вот этот памятник. Вот он он. Вы понимаете, он занесено весь снегом. Вот он. Вот он. Видите как? Но эти плиты все в царапинах сейчас. Да, они сейчас все в царапинах. И коррозия продолжает губить этот металл. Поэтому для того, чтобы... Вот он ратует за то, чтобы сделать ремонт этого памятника. Но я вам говорю, что это опять будет деньги, уйдут в небо. В общем, надо переделывать. Валентин Алексеевич, я правильно понимаю, что вы на бюджетные средства не очень рассчитываете? Нет, почему? Мы сейчас рассчитываем. Давай. Да, рассчитываем. В принципе, сейчас рассматривать вопрос о выделении бюджетных средств. Но встал вопрос с господином Серовым. А сколько вообще стоит проект, чтобы сравнивать с этим исковым требованием в 300 тысяч? Подождите. Давайте закончим. Во-первых, здесь идет само неправильное понятие реконструкции. Реально, полностью, вот эта задняя часть, чеченская, она будет полностью убираться. То есть не реконструкция, а делание с нуля новой чеченской композиции. То есть там не получается ни нарушение авторских прав, а снос старого строения. Это первое. Во-вторых, на данный момент, когда СМИ-то прошла государственную экспертизу, поскольку расчет был на федеральные деньги, это был у нас... Какие федеральные? Мы собирали эти деньги. Ильвира Сергеевна. Расчет был на федеральные, то есть на бюджетные деньги. Почему экспертиза проходила экспертизу? Вернее, СМИ-то проходила экспертизу. Иначе она бы не проходила экспертизу. Стоимость в современных средствах, на современные цены, то есть в современном уровне инфляции, на август месяц сего года была на переделку, то есть на изготовлению нового около 20 миллионов, плюс практически капитальный ремонт вот этой части существующей, там же все провалилось, развалилось и сгнило. То есть сделано-то не очень качественно, красиво, но некачественно. Еще плюс 5 миллионов. Но это и того 25 миллионов. Но это, ребята, в ценах на август месяц. Если вот это дело еще дольше протянется, ну извините, я не знаю. А деньги собраны уже? Нет. Нет, собрано, мы собрали миллион. Все остальное, да, обещают выделить, и мы были в городском управлении, в городской управе, будем так говорить. Ну, у них рассматривается вопрос о выделении. А кто дал один миллион? Это вот небольшие пожертвования. Да, это... Мы собирали сами. Мы собирали, вот я говорю, с протянутой рукой ходили. Я сама лично тоже собирала. Список людей, которые сдали эти деньги. Вы знаете, нам... Извините, я... Да, конечно. Дело в том, что нам... Единственный, кто нам помог, управление железной дороги. Они нам выделили 300 тысяч. Мы были в этом... В Газпроме. Они нам обещали 500 тысяч, но выделили только 100. Остальные денежки мы собирали буквально по копейке. Вот так. Я хочу вас спросить, вы сколько-то получите денег гонорар после реконструкции? Да ничего я не получил. Мне вообще, в принципе, это... Я вообще не хотел заниматься этим памятником. Вот скажет человек, у этого памятника аура не по моему характеру. Она тяжелая аура. Я вспоминаю, когда это было открытие. Вот серьезно. А откуда ей легкой быть? Вот послушайте мне. Я ведь профессиональный скульптор-то, а не тот, который одну сделал, из-за нее судится уже. Судиться начал. Слушайте, а скажите, может быть ему заплатить 300 тысяч? Это не сумма никакая. Из каких денег? Слушайте, ну в объеме 25 миллионов. Он хочет не этого. Дело в том, что... У нас собраны деньги. Ну дайте я это скажу, граждане. Он хочет не этого. Он желает, чтобы было... Мы унижены были. Чтобы мы его просили. Вот каждый раз просят его. Чтобы мы унижались. Понимаете? Денег тут никаких нет. Вот лично мне ни копейки совершенно не надо. Чего там брать? С этого железа, что ли? Вот эти все пилоны. Это же кровельное железо обыкновенное. Ну не говори сейчас так. Где там художество-то, творчество-то, где там руками? Вот сидит горбатый. Горбатый. Как видно, что он под спутом неприятности. И так далее. Я с натуры же лепил его специальные. А портреты-то с моего отца. А, понимаете, о чем дело? Я закончил работу. Работу. Вот я как художник-скрульптор. Что пишет Айвазовский? Картина. Написал картину. Расписался. И все. У меня же есть. Это по поводу авторства. Нет, нет. А в договоре, кстати, единственный автор. Договор только с вами. У меня есть авторский. И договор с Росмонументом искусством. Так. И кроме всего прочего. Единственное клеймо на этом памятнике. Ну, что мне еще делать надо? Когда скажут, что я не медведь. А у господина Серово такого договора нету? Нету, нету. Вообще нету. Тогда можно дождаться суда и все это решится. Так может быть спокойно дождаться суда? Только мы и ждем спокойно. Мы и ждем суда. Эта бумага, она в суде лежит. Судья очень заинтересовалась. Значит, она посмотрела на все это дело. Мало ли что там он говорит. Я, да я, я, да я. Есть, порядок существует. У нас была государственная организация Росмонументом искусства, которая заключила после того, как нам выдали по две с половиной тысячи, заключила договор. С кем? У него документы спросили. Нет документов. Но разве директор заключил договор с кем? У кого нет документов? У меня вот документ. Называется институт имени Репина. Академия художественной. Так никто не сомневается в вашей квалификации? Я вам говорю. Сделал это в бумажках. Вот подписал Томский Николай Васильевич. Я понял. Вы не сомневаетесь в том, что победите в суде. Я ничего не сомневаюсь. Как оно будет? Господин Панов, а можете сказать, насколько суд затянет реконструкцию памятника афганцам? Уже с октября месяца у нас идет суд. Я не могу сказать, насколько он затянет. Все будет зависеть от, ну, может быть, смелости судьи. Дело в том, что... Конечно. Я что хочу вам сказать. Когда мы начали вот эту работу над памятником, мы пригласили Констана Васильевича. И он нам дал. У нас есть письмо, где он нам расписался, что он будет с нами работать на общественных началах. Человек бескорыстно взялся нам помогать. И тут человек, который сотворил вот это чудо, кстати, сейчас, если вам сказать, то на кладбищах даже такие сейчас тумбы не ставят. Ну, эстетически не смотрится. Даже на кладбищах. Очень неприятно. А здесь, вы понимаете, здесь заходишь и не знаешь. Между прочим, ну, я вообще такой общительный человек. Я сколько раз вот разговариваешь с людьми, а вы там были, памятник видели, видели. А что было? А я туда не заходил, там ничего нет у вас. Даже люди не знают об этом. Эльвия Сергеевна, господин Панов, у меня такой крамольный вопрос. Вы, пожалуйста, сразу не кидайте меня камнями. Нет, нет. Важно же, чтобы они в сердцах наших были, правильно? Неужели столько сил нужно тратить на то, чтобы поставить еще одну плиту? Вы знаете, Эльвия Сергеевна, Вы знаете, вот... Чем наши тесанавья хуже? Эльвия Сергеевна. Ну все, давай. Мне когда-то, может быть, когда пацаном был, может быть, так нужно. Но когда ты идешь рядом с парнем в атаку, и через две минуты его нет, с которым ты, допустим, два месяца в одном окопе одну тушенку ел, сигарету на двоих делил, то, знаете, иногда хочется прийти на то место, где его фамилия, и цветы ему положить, поклониться. Ну, извините, опять же, за крамолу, но на кладбище же есть его фамилия. Вы знаете, на кладбище где-нибудь в городе Серове, понимаете? А может быть, подождите, современное решение, сделать интернет-портал, пускай там хранятся все фамилии, все воспоминания. Хорошо, хорошо, давайте интернет-портал. Но ведь можно было в свое время не ставить, допустим, церковь или чельцовню на Бородинском поле, просто занести фамилии погибших. Ну, скорее, храм Христа Спасителя. Проблем-то не было тогда таких. Просто столько сил тратится и столько времени, эти силы, нервы и деньги могли быть потрачены на что-то более возможно, полезное. Вы знаете, вот Пушкин в свое время сказал, уважение к минувшему и память о нем, вот черта, отличающая образованность от дикости. Я принимаю камень, все огород. Хорошо, у меня, на самом деле, наше время истекает. Последний вопрос. Можно я тебя попрошу подержать, потому что камера на тебя смотрит? Смотрите, Константин, вот в этом реконструированном проекте нарушается идея памятника. Я хочу защитить господина Серова. Он говорит, что вот эти вот боковые пилоны, это оси самолета, это человек возвращается из Афганистана, то ли живой, то ли мертвый. Это вы так говорите. Это я прочитал его практически в прямую речь. А вы сейчас говорите про подкову и какую-то часовинку. Откуда в самолете, ледящем из Афганистана, часовинка и подкова? Вы меня не спасали. То есть, вам не кажется, что все-таки идея нарушается? Давайте-ка я скажу. Вы говорите так. А я говорю, это реберный бочонок у трупа. Я вот говорю так. Вы посмотрите. Что вы мне говорите? Уже рассказываете. Смахивает на ребра. У самолета тоже ребра. Кроме всего прочего. Какая там у него идея? Никой там у него идей нет, не было. И не будет. Вот эта вот штука, вот эти задние, они прикроют концерт. Ведь эта съемка сделана неправильно. Человек, если будет смотреть, он будет смотреть снизу вверх. То есть, это бы такой купол. Да, он будет смотреть, он не будет видеть этого самого плоского здания, не знаю, что это за контора, как говорится. Это будет нулевой вариант. И композиция сама по себе только будет выигрывать. Потому что зритель, который идет сюда смотреть, он смотрит-то на что? Конечно, фамилии, да, да. Но смотрит он на мою скульптуру. А почему вопрос композиции только сейчас возник? Почему сразу не сделали основателя? А я вам отвечу. А почему... Вот кроме Ельвира Сергеевна кто-то возражал. А почему 20 лет назад об этом деле ничего не говорил? А почему, когда она валялась у меня в мастерской и готова была на помойке валялась она, никто не говорил? А почему мне ни копейки-то они платили в течение двух с половиной лет? А почему сейчас, друг? А потому, что вдруг внезапно, когда поставили, оказалось, что она интересна. И зубугорные товарищи, как сказал один американец, я, говорит, был во Вьетнаме. И я видел прицел автомата ваших людей, когда было открытие, когда был один пилон стоял всего. Это был 95-й год. И тогда очень много иностранцев приехало. Понимаете, и был интересный, больной интерес к этому делу. Понимаете, такая вещь. И заинтересовались, а сейчас вспомнили, вдруг ни с того ни сего. Да я думаю, вообще, в принципе. У меня к вам большая просьба. Вы вот с этого ракурса очень на Ленина похожи и так же умеете убеждать. Можете все-таки позвоните на досуге Серову, а? Да не буду я ему звонить. Я его знаю прекрасно. Ему надо, чтобы к нему поклонились. Понимаете, о чем дело? Так может быть, нам не жалко поклониться? Я? Я кланялся. У меня вон стоит памятник. Я говорил, давайте мы напишем вашу фамилию, чтобы автор. Вон он, зарпатый он. Вон нет. Витя, он озвучил свою концепцию в наградостроительном совете. И на совещании у господина Швидта. Мол, поскольку война была неправедной, он считает, что в Чечне война неправедная. Ну, это его точки зрения. Праведная, она неправедная, это другое дело. То они должны быть... Принижены. Принижены. Но, извините меня, мы памятник ставим не войне, а людям. Солдат идет на войну, какую его послали. В конце концов, за последние 300 лет Россия вела только три праведных войны. Это Северную и Петр Первый, 812 и 941 года. А все остальные неправедные с точки зрения... Мы куда-то вторгались, согласитесь? Но, тем не менее, солдат не выбирает эту войну. И совершенно верно, что на той, на той... Мы ставим памятник не войнею солдату. Тем более нашему земляку. И вот обратите внимание. 700 фамилий. 700. Не самая большая область. Всего 4,5 миллиона. Допустим, Краснодарский край побогаче в количестве народа. Московская область, я вообще не говорю, она... Давай короче. Но, тем не менее, там такого количества погибших нет. Там такого количества участвовавших в боевых действиях нет. То есть, вот, соотнесите вклад Московской области, 16 миллионной, и 4,5 миллиона Свердловской. Соотнесите вклад. Но отношения там, на голову, выше, чем здесь. Вот вы знаете, я еще секунду. Вот даже так сравнить. За 10 лет в Афганистане, по нашей области, погибло 250 человек. За 2 года в Чечне, даже не за 2 года, а за год и 10 месяцев погибло в Чечне 250 человек по нашей области. Сравнивайте сами. Что? Что значимые вы имеете в виду? А можете, давайте, заключительный вопрос. Да нет, это просто, ну, причем из боев. Люди, они везде. Практический вопрос. Маргарита, давно хочу задать. Вот мы сейчас рассуждаем, а что можно практического сделать? Какие медиаресурсы задействуют для того, чтобы жители более активно включились в этот процесс, жители нашего города? Мы собрали денег. Деньги собрали? Собирали же раньше деньги. Ну, сейчас вот долго молчали же, не вспоминали про это. Гоперечески говорили, что нужна реконструкция, потом снова замолкали. Сейчас есть повод снова уговорить. Я приведу пример. Вот по поводу моих памятников, которые были сделаны. Например, памятник Маршалу Жукову. И вот стали пенсионеры во время инфляции, значит, собирают свои копейки. Кто даст 50 рублей, кто десятку. Тогда это даже медной монеты не стоило. И появился гигантский, понимаете ли, список. И с этим гигантским списком, значит, этот самый генерал в отставке Левченко пошел к правительству. Ну, там сколько было денег, я уж не знаю. И правители увидели, что народ-то собирает деньги, а мы-то никак не участвуем. И кроме всего прочего. Тогда же была интересная вещь. Тогда же были выборы. Товарищ Страхов бился с товарищем Ростером. И товарищ Страхов сообразил. Афганцы пришли к нему и говорят, мы за вас проголосуем. Это мне сказали вот эти охранники. Мы за вас проголосуем. Мы проголосуем, жены проголосуют, бабки проголосуют, отцы, дети, знакомые, друзья. Но сейчас, наверное, тоже так же всем нужно собраться. А уж как проголосовали, это другое дело. Но под это дело он дал деньги. И под этот памятник точно такая же история. Он сам-то выступать-то не мог, товарищ Страхов? 6-го числа было открытие, а 9-го выбора. Но красном костюме он имел право рисоваться на первом плане. Вот и все, и все, и дело-то. Можно это показать? Понятно. Спасибо большое, что пришли. Давайте прямо сейчас. Дорогие зрители, на экранах вы видите счет, куда можно перечислять деньги. Если кто-то считает, что 10 или 100 рублей это мало, не думайте, пожалуйста. 100 раз по 100 рублей это уже внушительная сумма. Мы еще продублируем это менее пещерным способом в комментариях к этому эфиру. Мы это оставляем вам. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Я хочу напомнить, что в будущем году в Екатеринбурге состоятся выборы. И дай бог, чтобы ваш монумент был открыт. Дай бог. Я скажу честно, оставался бы на месте Аркадий Михайлович Чернецкий. Он давно бы уже стоял. Да, стоял бы Чернецкий. Если бы я слушал товарища Чернецкого, у меня бы не один памятник. Хорошо, спасибо. Давайте посмотрим опрос, что думают екатеринбуржцы о памятниках. Какие памятники стоит поставить в городе, какие убрать. Мы встретим новых гостей и будем говорить уже не о конкретной ситуации, а о том, как нам увековечивать нашу память в городе. Опрос. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Каким памятником тропа действительно не зарастает, и какие новые скульптуры нужно установить в Екатеринбурге, мы спросим у горожан. Ленина перед Восточной, там три мужичка. Забыла, как их заход. Ну вот этот нравится. Мне бронзовое нравится, литье. Памятник голодному студенту на Ленина напротив гастронова. Что? Нет скульптуры, значит, Екатерине посвящен. Была, теперь нет. Говорят, где-то утоплено. Ну, наверное, надо добыть. Мне нравятся очень интересные памятники гастронтуры, такие, как памятник клавиатуры, мне очень привлек. Также мне нравится такой памятник, если его можно назвать таким, как зеркальный дворик, который находится на Малышево 8 марта. Хорошо поставили памятник Малышеву, разместили на новом месте. Так удачно его. И память сохранили, и вместе с тем такая ненавидчивая. Ну вот, обсудили черный тюльпан, гости все еще не могут выйти. Екатеринбург, конечно, город памятников. Ну, редкий мегаполис может похвастаться таким количеством мемориалов. Чугун с чугуном говорит. Знаете, мало кто из свердловчан не в курсе такого анекдота. Про то, что Киров спрашивает о тупи Якова Свердлова. Спросите у Ленина, откуда он пальтишко брал. Ну и Ленин отвечает, показывая рукой. В цуме, батенька, в цуме. Ну, в общем, все здесь дышит памятниками. И памятники буквально имеют статус горожан. А к нам присоединяются в обсуждении этой темы Всеволод Слукин, краевед. Извините, пожалуйста. Илья Клюжин, представитель строительной компании. И все. Поговорим вдвоем. Еще у нас впереди два гостя будут. Друзья, скажите, пожалуйста, Вы какой бы памятник убрали в нашем городе, а какой поставили? Какой бы я убрал? Конечно, Владимира Ильича пора уже убирать. Причем не просто так убирать, разрушить, бросить куда-то. Нет, не в этом дело. Вот у нас очень хорошее есть пространство около Дворца Молодежи. Вот поставить эти все памятники советского времени, которые сейчас уже, как говорится, далеки, от нас так, поставить там, сделать определенную какую-то ландшафтную архитектуру там. В общем, вот такой вот. Это первое. Во-вторых, что бы я хотел? У меня две мечты есть насчет памятников. Это, во-первых, поставить памятник матери. Вот тоже на площади бы где-то так, чтобы можно было будущее матери, еще какие-то и прочее приходили и как-то просто... Материнскому подвигу вообще? Материнскому подвигу вообще, да, матери, вот просто матери. Это очень важно в нашей жизни, понимаете? Мы, может, не совсем всегда понимаем это, но это очень важно. Это первое. Второе, что бы какой памятник назрел, вот исполнилось нынче 75 лет этого страшного времени, которое называется репрессиями, которое называется гулагом и всем этим прочим. Большой террор, нужно какой-то ставить монумент. Вот может быть такого же типа, как вот черный тюльпан там или что-то. Я говорю просто относительно, не в образ, а... Вот два таких вот монумента нам нужно. У нас есть торговые площади, около них и в них есть, в общем, достаточное количество малой скульптуры. Вы за какие памятники? У нас не торговая площадь, у нас торговый центр. Ну, да. С торговыми площадями, наверное. Собственно, да. Вокруг Гринвича, ну, не вокруг Гринвича, а на улице Вайнера действительно стоят малые скульптурные формы. Это памятник Майклу Джексону и Геннадию Букину. А зачем вы его поставили? Ну, вот Майкла Джексона, Букина. Какой прок от этого? Это приносит какую-то дополнительную прибыль? Ну, не все делается ради прибыли. Ну, да. Есть еще такие понятия, как капитализация, например. Капитализация от памятника тоже небольшая, от скульптуры. Все памятники, которые стоят, они нравятся горожанам и поставлены. Они были в том числе с оглядкой на то, что нравится жителям. То есть тот же памятник Майклу Джексону велась предварительно большая работа. В общем-то, инициатором был фан-клуб Майкла Джексон в Екатеринбурге. Это достаточно большое количество людей. Там вокруг памятника большая активность. Нет, ясно, что фан-клуб собрал достаточное количество голосов для того, чтобы поставить памятник Майклу Джексону. Вы не чувствуете какого-то противоречия? Вы за вечные ценности, а вы за какой-то домашний уют такой, несколько мещанский. А вы тоже за вечные ценности? Их никто не отменяет. Я бы сказал, что Майкл Джексон это не вечная ценность совсем. И никакая, наверное. Но он делает жизнь приятнее. Не-не, подождите. Кто-нибудь знает, как Гену Букина хотя бы в реальности зовут? Я думаю, что знают. Я думаю, что и здесь сидящих только Влад знает. Жителям Екатеринбурга приятно видеть. Вообще человеку уже приятно видеть по телевизору то, что ему знакомо, узнаваемо. И как раз-таки этот герой, там этот сериал он показывает, Екатеринбург. И Геннадий Букин живет в Екатеринбурге. Поэтому люди фотографируются, значит, людям это нравится. Там вокруг этой скульптуры постоянно активность. Слушайте, я так понимаю, у вас слегка все со скульптурами. Может быть, кинете идею построить памятник, малую архитектурную форму матери. Как вот здесь прозвучало. Понимаете? Ну или большую форму. Чего уж мелочиться. А вы не говорите, там, можно, нельзя, почему, причина. Да, нет. Может быть, попробуете? Попробуем что, поставить скульптуру матери? Да. Это надо большую скульптуру ставить. Большую скульптуру матери. Скульптуру большой матери. А почему нет? К вам мамы тоже ходят. Может быть. Все бывает. Знаете, раз уж начали клянчить деньги, то у нас сейчас на экране опять появится счет, на который можно перечислить средства на памятник афганцам. Может быть, тоже посодействуете в самом деле. Давайте все скинемся, кто сколько может. К нам, кстати, вернулся Константин Грюнберг. Можете сказать, вот здесь прозвучало про то, что убрать памятник Ленину. Вы за или против вообще? Стоит ли убирать памятники какие-либо? Послушайте меня внимательно. Я ведь профессиональный скульптор. Самая популярная фраза сегодня. Да. Да. И поэтому надо к этому делу, я считаю, что относиться надо определенно. Вот много говорят, я по радио, по телевидению, куда девать, что делать. Я знаю, что делать. Точно абсолютно знаю. Его и Яков Михайлович Смирнов. На Руси был прекрасный обычай. Да, в Киеве бросать идолы в реку. Нет, не зачем. Снять надо аккуратненько Владимира Ильича. У меня очень хорошая работа. Делал ленинградский скульптор Илнгал, лауреат Сталинской премии. По-моему, он два раза был лауреатом Сталинской премии. Вот. И поставить его, куда вы думаете, в исторический сквер. Пусть стоит в яме. Рядом с ним поставить Яшу, Якова Михайловича. И пусть стоит в яме. А на центральной улице поставить памятник Екатерине, красавице. Сделать так, чтобы она была по-царски. Так, как она строила нашу страну там и так далее. И только Сергей Михайлович Киров останется на своем месте. А знаете, кто Кирова делал, между прочим? Его делал... Вы знаете, кто Кирова делал? Я не знаю. А вот я знаю. Но мне он не нравится. Это моя работа. Его делал Пушкин. Его делал родственник Пушкина. Он покойный сейчас, правда. В рот через рот, через худфонд. То есть надо поставить рядом с памятником Пушкину? Все логично. Вот в яму. Дайте я доскажу еще, какие надо памятники поставить. Вот интереснее. Я вот... Вот то, что вы сказали правильно. Слушайте, какие надо памятники ставить? Записывайте. Да. Ну что это самодеятельность ставить? Там тому... Ирмаку, Жексону. Не знаем, не слышим. Подождите-ка. Надо поставить... Вот вы правильно сказали. Памятник жертвам насилия. И знаете, где поставить? Надо поставить его на видном месте. Чтобы не вздрабил. А вы послушайте меня. Дайте я доскажу. Ага. Вот тюрьму сносят теперь, говорят. Вот на этом месте и поставить памятник жертвам насилия. Сколько там слез пролито? Это одному только Богу известно. Это одно дело. И кроме всего прочего, еще интереснее у нас есть идея. Ну что, помимо мелкие какие-то идеи брать. У нас скоро 400 лет Романовым, понимаете? Вот. Надо и это самое дело. У нас город организован по указу Петра Великого. И Екатерина не последняя самая царица. Так что я считаю... У меня много было всевозможных самонаметок. Но памятник жертвам насилия. Это, конечно, великая вещь. Вот. Потом памятник, значит, самая... А Лукича обязательно снять надо. Чтобы он не был главным. Чтобы он не был великим. Вот сделали у нас памятник Гельцину. Ну что это такое? Нет, но вам все не нравится. Вам мамин Сибиряк не нравится, который энцефалитным ключом укушенный, как вы говорите. Мамин Сибиряк, апостол наш, или черополистик. Скульптура на Урале. А он там стоит, как будто его клещом энцефалитным... Вы посмотрите. Укусил клещ, энцефалитный, он на голову... Товик, глядя, упадет. Это что такое скульптура? Это ставится на века? Антонов-то где был покойник? Он, говорят, сказал, что будет исправлять это. Да я знаю. И все это источник. Но не приучилось. Элементарно все получилось. Все получилось. А вы расскажите мне, я сегодня принимаю на себя все камни. Зачем вообще городу памятники? И зачем людям памятники? Городу обязательно это нужно. Потому что воспитывается на этом поколение. Совершенно верно. Совершенно верно. Это не нам с вами может быть. Мы уже привыкли к чему-то. А вот маленьким и еще там потом неродившимся. Это все будет очень важно. Им можно будет показывать и говорить вообще, что это и как. И что это за город. Большинство памятников, они же просто незаметны. Они так высоко стоят и так далеко глядят, что... А у Ильи, у него вполне жизненные. Они соразмерны к человеку. Рядом с ним можно сесть, сфотографировать. Это не памятники, это скультурные формы. Это скультурные формы. То есть это мультики. Около Думы Музея Булгакова. Каждый раз в обществе значение зависит от постамента зависит. Скультурные формы. А в Петергофе скультурные формы. Три века стоят позолоченные, из бронзы, из мрамора. И нравятся и государы, и императрицы, и простому народу. Три века стоят дорого стоят. Дорого, очень дорого стоят. Но три века стоят. А теперь это дорого или дешево? Наверное, бесплатно. Так вот, надо делать парковую эту скульптуру. Не та, которая у нас дегенеративная. Там около вокзала дегенераты. Или наш проспект, как он называется? Около Ленина, это этот самый, около Ксума. А что вы имеете ввиду, около вокзала? Дегенератия, дегенеративный. О, смотрите, вот они. А поставьте рядом юнону, красавицу, позолоченную из бронзы. Да что это такое? Слушайте, современная юнона. Да самодеятельность это называется. И даже парень на Рыбникова похож. Я вам говорю, да хоть на кого он похож? Самодеятельность называется, понятно? Вот я когда начинаю говорить, работаю. Я хочу вмешаться в это дело. Вот такие скульптуры, ну просто вот уличные такие, они необходимы в принципе. Просто как развеять внимание даже свое. Ты прошел по Вайнера там, ну где-то может быть сел, где-то ты так посмотрел, там с собаками кто-то там, еще что-то. Но это не памятники, понимаете? Это не памятники. Это просто вот такие скульптуры. У вокзала тоже. Ну они там сделали свое вокзальное. Ну и пусть они наслаждаются. Так они смеются. Знаете, у нас мы постараемся по ходу эфира связаться с автором. На собой смеетесь. Мы по ходу эфира постараемся связаться с автором вот этих привокзальных скульптур. Да, Бог с ним. Да, надеемся дозвониться. А еще, знаете, у нас есть видеоколумнистка Алена Полозова. У нее есть замечательное мнение насчет того, что нужно из свердловских феноменов увековечить в бронзе, камне. И в чем там еще увековечить. Хотя бы и в гипсе. В гипсе нельзя. Понимаете, почему? Алена, скажи, пожалуйста, что ты считаешь из свердловской жизни необходимо увековечить? Я считаю, что нужно составить какую-то мифологию вокруг уральского рока. Потому что на самом деле уральский рок это то, чем славится Екатеринбург. Ну, как бы, если не считать, конечно, не такую ерунду, как расстрел царя, да. И там то, что Ельцин от нас пошел. Но уральский рок и уральский рок-клуб это действительно сильно. Агета Кристина, Утилус, Помпилиус, Настя Полева, Чаев, Сансара, в конце концов, смысловые галлюцинации. Очень много мифов можно создавать там. И какие-то памятные места отмечать. Но не памятниками, наверное, а вот то, что вы называете малые скульптурные формы. И ставить памятник не Майклу Джексону, который не имеет абсолютно никакого отношения к Екатеринбургу. Не Битлам, которые вообще тоже не имеют никакого отношения к нам. А чей фам? Да, а чей фам? Или не рокеру, но Майнину. Илья, возьметесь тоже за такое? Ну, то есть, логично, погодите, давайте Илья ответит. Ну, то есть, почему Майкл Джексон, а не уральский рок? Ну, то есть, вот Гена Букин, это же с точки зрения Алены Полозовой движение в правильном направлении. Вы знаете, предложений же очень много. То есть, вот Алена высказала свою точку зрения. Очень много людей приходят к нам, ко мне, и говорят, давайте поставим памятник вот тому-то. Ну, это не памятник все-таки, начнем с этой, скульптурная форма, на самом деле. Ну, в бытовом сознании все это памятник. Это развлекательная, больше штучка, развлекательная, понимаете? И там, ну, бронзоветь в группе Чаев, ну, не знаю. Это очень рано, друзья мои. Нет, Чаев в этом еще очень рано. Лет через 50, может быть, созрели. Такие большие, знаковые памятники, их все-таки расставляет время и история. И, ну, рядом с торговым центром им точно не место. А вот... А к чему ставить большие, если ваши вызывают больший отклик? Они такие домашние, маленькие, хорошие. Рядом с ними можно сфотографироваться. Мы их и ставим. Вот, все. Вы нам обещали, Илья, поставить уже памятник мамочке. Друзья... Я, нет, не обещал этого. А вы пообещайте. Друзья, вы на экране можете видеть счет, куда нужно перечислять деньги, чтобы собрать те самые недостающие 24 миллиона. Я думаю, что если мы соберемся всем миром, кто знает, может, это получится. Еще один вопрос. Да, пожалуйста. Вы меня очень удивили тем, что сказали, от масштаба памятника зависит его значимость. Конечно. 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 Такая неважная... Ну, давайте, давайте сделаем вот такой момент. Вот у Константина взять Жукова, сделать вот такой высоты. Ну, что это будет, значит? Это вот каждый скульптор, он имеет представление об объеме еще, понимаете? Об объеме. Причем у него, у скульптора, я, наверное, скажу правильно, еще и искусство перемешивается вот с этим представлением историческим. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот, поэтому такие памятники ставить, это не памятники, правильно говорят, что надо, это скульптура обычная, городская, уличная даже, я бы ее назвал, потому что кто-то туда вообще никогда не придет и не будет ничего смотреть. Вот. А когда скульптура становится памятником? Ну, когда... Давайте я отвечу. Давайте я отвечу. Он правильно сказал. Да, вам сейчас даже слово тоже. А вот славный... И нас всех поувольняют тут. А вот славный город Компинганин. Около 12-го года там, или какого там он года там. Стоит Андерсону памятник. Помнишь, какой? Стоит, как она называется, русалочка. А русалочка-то это же самое. Подождите-ка. И все там полно, и разные произведения искусства, и все там великие жили, там и так далее. А поставили, сколько там лет, 25 назад русалочку, и стала она символом этого города. Так вот у нас, у нас богатая, интересная история. Мы не пыль на ветру, понимаете, в чем дело? Не надо смотреть там в Москве, там или в Петербурге. Мы учены там же, где и они. Надо у нас, знаете, что кого сделать? Нам надо, прежде всего, поставить хозяйку Медной горы. Почему Ермака никто не вспоминает? А потому что татары вздрогнут. Вот почему. Что, вы не понимаете, что это? Я вон делал, прихожу, понимаете ли, там поют песню, ревела буря, гром гремел, понимаете. И все начинают менять дико. Нами-то кто управляет? Меньшинство ведь управляют, да нами-то. Нами-то кто управляет? Влад, Влад, я все-таки предлагаю, вы из Бежани Кровопролития попрощаться с гостями. Медной горы хозяйку поставить надо. Илье надо думать над памятником. И я знаю, кому заказать этот памятник. Надо заказать этот памятник Зураба Церетели. Что это такое? Столица, а нет ни одного памятника Зураба Церетели. Не надо. И также у него есть идея использовать нашу неиспользованную башню. И говорит, я там поставлю 50-метрового ангела. А вы сами про нас так сказали. Ждем, не дождемся. Давайте посмотрим сюжет о том, как Зураб Церетели приезжал в город Екатеринбург. Сюжет. Сюда бы вы куда-нибудь поставили памятник? Какую-нибудь скульптуру? Почему нет? Вот, вот, какие места свободные. Так что я готов. На каждый пустой метр городского пространства Зураб Церетели смотрит, будто примиряется. Это в Москве про его памятник Петру Первому уже 13 лет кричат долой царя. А в Екатеринбурге, где Церетели впервые, на встрече аншлат. И хотя на Урале скульптуру Зураба Константиновича не устанавливали, по напору гостя чувствуется это временно. Почему сама история Екатеринбург называется, да, Екатеринбург, почему образ Екатеринбург нет? Вот вы должны активно вести, чтобы заставить руководство, чтобы историю, это для поколений, важно. Идею президента Академии художеств посещают постоянно. Прошло всего-то 40 минут беседы с прессой, а в блокноте сразу несколько набросков. Правда, пока не ясно, будущих памятников гигантов или полотен размером поменьше. Как раз малые формы стали темой выставки, которую Церетели презентовал уральцам. В ответ юные коллеги подарили свои мечты о море. Скульптура называется «Мечты о море». Это делали ученицы 9 класса. Спасибо. Молодцы. Зураб Константинович уже сознался, готов дарить столицу Урала всего себя. У меня уникальная, хорошая идея, но надо поработать в Москве. Приеду и привезу нам бумагу. Гостя вдохновило самое высокое сооружение города, недостроенная телебашня и круглый фонтан у театра драмы. Что с ними готов сделать автор Петра Первого, пока неизвестно. Но если сделает, не заметить такое получится вряд ли. Да, у нас смена гостей. К нам присоединились, ну, все Володы Слукина вы уже знаете, к нам присоединился Александр Лысяков, кузнец, скульптор, автор, кстати, одного памятника, о котором мы сейчас поговорим, и Борис Ключков. Монументалист вы себе называете. А что такое монументалист? Да, это... Монументалист, это... Это последователь церетели? Это была профессия 30 лет назад. Это в столицах в Питере и в Москве, в Строгановке, в Мухинке. Только там готовили монументалистов. Это была элита художников. Поэтому вот всех кормили мы живописцев, кузнецов, нет, кузнецы тоже кормили, мозаиками, росписями. То есть монументальной искусствой. Очень много было работ монументальных в то время. Нужно было. Александр, вот вы живой автор. У вас прямо есть проект памятника. Что это за памятник, когда он будет установлен и где? Ну, во-первых, я не автор, вот, автор, значит, некая, так сказать, несправедливость истории. Александр Второй, вы имеете в виду, да? Который в свое время сюда приезжал. Есть царский мост в честь него и сетский завод, на который он заехал. И вся провокация восстановления этого памятника была связана с только одним. Что он Александр, ну, вроде я тоже Александр, да. И это меня задело. Но когда он приехал на и сетский завод, он никуда-нибудь пришел. Он пришел в кузницу, чтобы сделать там подкову и четыре гвоздя. Есть историческая справка. Он это сделал. И восхищенные, так сказать, рабочие, и население, и церковные приходские, так сказать, люди скинулись и создали ему. Это я, кстати. Да, вот мы сейчас даем памятника, который стоит сейчас у вас в кузне. Да-да, меня заинтриговали этой идеей. И я поучаствовал в этой передаче. Вот это подковы и гвоздями. И я подумал, почему бы нельзя восстановить это дело. Вот. На химаше есть стелы, которые в свое время там, как говорится, ну, раскулачили, убрали этот бюст. Вот. И все очень просто. Времена были такие перестроечные, очень свободные в своих желаниях. Вот. Я мог издавать газету, я мог восстановить памятник. И тогда я обратился к нашему профессору, значит, Юрию, значит, Крылову. Юрий... Юрий... Викторович. Викторович. А вы Борис Николаевич. Да. А то мы так между собой-то зовем по-другому. Мы все ровесники, да. А как зовете? У нас по отчеству не называют. Борюсик. Борюсик. А вас? Меня зовут Александр Ильич. И продолжайте. Да, и да, и продолжаем, да. И, короче говоря, мы обратились, ну, можно сказать так образно, в его мастерскую, в которой вы создали этот бюст по фотографиям, есть и документы и так далее. И у нас сейчас стоит кузица. Ну, великолепная история. На Урале не было крепостных, и царю-освободителю сдали. Да, царю-освободителю, реформатору, да. И так все сошлось, что мы даже издали такую грамоту. Что мы хотели пригласить на открытие этого памятника тысячу, значит, Александров. И у меня есть специальная такая бумага. Всякому Александру я вручаю как бы в будущем приглашение на открытие этого памятника, которое состоится на Химаше около церкви Казанской Божьей Матери. Отлично. Господа, как вы относитесь к современной скульптуре? Вот она в каком-то загоне. В буквальном смысле знаменитая екатеринбургская клавиатура находится в Исети, в пойме. В не лучшем состоянии, травой зарастает. Я как отношусь? Я вообще к клавиатуре отношусь, ну, так, будем говорить, не отрицать. Никак. Никак. Потому что, ну, я не считаю, что это какой-то памятник. И причем, если бы эта клавиатура была изобретена в Екатеринбурге, ну, это бы было действительно. А это просто обычная... Анатолий Вяткин, автор клавиатуры, у вас за спиной. Подключайтесь к нам, Анатолий. Анатолий Вяткин, ну и что? Что такое? Почему не любят современную скульптуру? Что за пренебрежение? Ну, на самом деле, я не уверен, что это современная скульптура. Это скорее пабликар. И если говорить о том, что любят или не любят, то получается таким образом, что так или иначе эта штуковина немножко видоизвестнила. Стала своеобразным ландмарком. И народ там собирается. И получается так, что большинство человек любят. Но я опять же настаиваю. Это, конечно же, не скульптура. Это паблик-арт или ланд-арт или кому как захочется. Другое дело, что, с моей точки зрения, действительно именно современной скульптуры в Екатеринбурге маловато. Но это, собственно говоря, уже продолжение разговора. Я думаю, что сейчас проще мне из него выйти и послушать, что, скажем, уважаемые люди, собравшиеся в суде. Анатолий, все же вы с такой самоиронией относитесь к своей работе. А почему же тогда люди воруют эти плиты 100-килограммовые? Кому вообще они нужны? Энтер украли или что там? Да, нет. Ну что вы, украли буквально на второй день что-то украли. Escape, F1 и еще какую-то клавишу. Они весили всего около сотни килограммов. Поэтому ничего такого трудоемкого особо не было. Мотивы мне неизвестны. Отчасти мне это даже польстило. То есть я думаю, что если начинают что-то растаскивать на сувениры, это по-своему даже и неплохо. Но, к счастью, вот буквально в прошлом году нашелся замечательный бизнесмен, который за свой счет восстановил эти недостающие клавиши. И клавиатура продолжает жить. И, собственно говоря, вот начало дискуссии, в которую я вклинился, прозвучало, что это, конечно, никакой не памятник. Я хотел бы подчеркнуть, что название «Памятник клави» – это просто название. То есть «Памятник клави» – это буквально памятник. Имя собственное – «Памятник клави». Да, совершенно верно. Ну и, кроме того, она находится на берегу реквестей и является местом коммуникации. Поэтому говорить о том, что она не изобретена в Екатеринбурге, и, с моей точки зрения, она несколько по поверхности взгляд. Какая разница, что не изобретено? Другое дело, что и сеть, и клавиатура, так или иначе, в сознании айти-сообщества слились. Люди там собираются, айтишники устраивают всяческие корпусы, праздники социальные админа. То есть вещь живет, она не законсервирована, и даже если она разрушается, в ней есть большой позитивный потенциал. И мне кажется, что это уже неплохо. Улыбаемся и отлично. Спасибо вам большое. Александр хотел вам пару слов сказать, если я не ошибаюсь. Ему нет. Всего доброго. Спасибо вам. Да. А про современную скульптуру, да. Он правильно сомневается о том, что памятник и скульптура, или я думаю, что скоро, может быть, в принципе об этом, это я так думаю, говорить не нужно. Есть еще, как говорится, предстоящий какой-то невидимый мир, и, возможно, и не нужно этим заниматься, и наполнение вот этих вот, ну, таких степных баб в городе. Это очень просто смотреть на скульптуры, быстро переживать, что это такое. Ну, так, чтобы они глубоко на нас влияли, вряд ли. Но есть много невидимого мира, который, я думаю, что нужно через какие-то формы, современные формы, открыть, чтобы эти скульптуры населяли город. Борис, что это должно быть за формы? Ну, конечно, говорить памятник, клавиатуре, ну, можно назвать клава, например. Это один из видов поп-культуры, такой очень... Поп-арт. Да, знакомый человеку, где никакого напряжения восприятие. Автор не претендует. Да. Он, видите, так сам в хронии. Это замечательно. Это замечательно, но это совершенно отдельно, как бы, вот от проблемы, там, допустим, наполнения скульптуры, наполнения каких-то, каким-то смыслом, как бы таким. Я бы добавил, что это далеко от истории города. Нет, в стороне просто. Нам надо все время как-то думать об истории города, потому что на ней воспитываются поколения. Молодежь. Дорогие друзья, у нас есть звонок, это Борис Анатольевич Долинга, который проводит конкурсы малых скульптур в городе Екатеринбурге. Борис Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Раньше победителей вашего конкурса выставляли на Вайнера. Я правильно понимаю, сейчас, последние несколько лет, призеры пылятся где-то у вас? Не совсем так. Это был единственный, наверное, случай, когда так, в общем-то, комплексно несколько работ победителей, лауреатов нашего конкурса, были выставлены на улице Вайнера. Это как раз делалось в момент, когда шла реконструкция всей пешеходной зоны по улице Вайнера. Я бы хотел немножечко тут поправить, не конкурс скульптуры, а конкурс малых архитектурных форм. Ну мы так, мы простого в пласте. Да. Декоративная скульптура – это только одна из частей того, что подразумевается под малыми архитектурными формами. А сейчас есть запрос на малые архитектурные формы? Я думаю, что запрос на это всегда существует как таковой, потому что малые архитектурные формы – это элемент украшения городской среды, которые делают эту среду дружелюбнее к человеку, который движется по тротуару, там по улице. Это украшает город, делает его более привлекательным во всех отношениях. Конечно, такой спрос есть, но этот спрос надо определенным образом формировать и направлять. Более какие-то правильные, скажем. Борис Анатольевич, у наших гостей. Борис Анатольевич. Ага, хорошо, будешь с вами. Возвращает Борис Николаевич. По поводу конкурсов, да, тезка. Здравствуйте. Борис Анатольевич, я очень рад вас слышать. Вот, можно я, так сказать, вот эту проблему, я скажу просто, Борис Анатольевич, в курсе, где-то я участвовал с 2006 года во всех конкурсах, там у меня три первых места, два вторых, одно треть. Вам показывают, что вы с пятого участвовали, три первых места. С пятого даже года, вот. Дальше. И, в общем-то, они, как бы, дальше хода не имеют. Благодаря вот Аркадию Михайловичу, он выбрал как раз вот этот вариант с Сашей Лысяковым, собачкой и лошадью. И, наконец-то, мы сделали, как бы, такой подарочек. Очень жаль, потому что, я ведь правильно говорю, Борис Анатольевич, хорошо ведь принимали эти все модели. Принимали их прекрасно. Прекрасно, комиссия, куда они делись? Нет в городе ничего. Вот давайте с вами подчеркнем вот это сейчас. Дело в том, что они никуда не делись, они есть как макеты, как проекты. Для того, чтобы их реализовать, все подобные вещи, естественно, нужны всегда, мы понимаем, что. Трекция-2 финансовая. В тот момент, когда шла реконструкция улицы Лайнера, удалось эти средства изыскать. Для того, чтобы это делать регулярно, и, конечно, конкурс наш малых архитектурных форм был бы гораздо более популярным, я думаю, среди творческих людей нашего города, а может быть и не только города нашего. Если бы хотя бы 1-2 лауреата каждый год реализовывались, устанавливались где-то эти скульптуры, или скульптурные композиции, или какие-то единые форм, которые предлагают авторы. Но беда в том, что для этого надо целенаправленно заниматься поиском спонсоров, конечно. Понятно, спасибо. Проблема в деньгах. Да, к сожалению. Мы возвращаемся к началу нашей передачи. Кстати, давайте вернемся к началу нашей передачи. Как вы отнесетесь, если ваши монументальные сооружения кто-то решит изменить? Ваш соавтор, например. А? Ваш соавтор, например. Общественность. Изменить? В каком смысле? Улучшить, осовременить. Ну да, вот в Новый год одевают шапки, шарфики, наряжают Деда Мороза. Шапка-шарфик снимается. И просят разрешение. Даже в этом случае мы звонят и говорят, Борис Николаевич, можно мы нарядим собаку к Новому году? Или собаку на другую породу поменять. Ну я сейчас актуален, там кони-корса. А поправлять, ну это, вот вы к Грюнбергу, его постоянно пытались поправлять советами и всеми возможными делами. И может быть, вот такая ситуация, шедевров ведь мало бывает. Мы все счастливы, когда он появляется. Поэтому, конечно, ничего не надо поправлять. Ругать можно, но ничего сносить не надо. Ну и в случае с афганцами можно реконструировать или нет? Или это все-таки вторжение в авторский замысел? Я имею в виду вместе с автором, грамотно, с хорошими архитекторами, можно и уровни там поменять, можно перспективу чуть изменить. Там есть много вопросов, поэтому не страшно в этом смысле. Кровец, скажите, пожалуйста, насколько это важно, соблюсти образ, если важна память, важны фамилии, важно место? Образ надо все равно соблюдать, понимаете? Несмотря на то, что память – это очень важная вещь, без нее никак не сделать ничего. Вам нравится инициатива Антона Бакова к Петру Первому представить его дражайшую супругу Екатерину Первую? Смотря где Петр Первый. Если он в центре дизайна, который у нас сейчас перестраивается, и там он был, значит, его бюст стоял, но Екатерины не было. Сейчас этот бюст, пока идет перестройка, немножко убрали. Вот, там поставить, конечно, можно, а почему нельзя? Но он в запасниках Архакадемии. Ну, в запасниках, да, и поставить там еще и, значит, Екатерину, ничего страшного, будет очень хорошо. Но, но, после переделки этого здания неизвестно, как это все будет. Потому что там он был открытый, так сказать, под открытым небом, это мог каждый подойти, посмотреть. А если это будет внутри помещения, то, мне кажется, что это нелогично будет. Вообще-то, ну, два этих самых погибли бюсты, их сбросили в воду, они валяются где-то под плотиной. Вот, их пытались найти с помощью геофизических методов, то есть, потому что металл. Вот, но, к сожалению, пока ничего. Ну, к слову, о старых традициях, о киевских низвержении идол. Ну, вообще, да, ну, так это был, это, я сейчас не помню, как назывался этот полк, который у нас вошел в 18-м году сюда и разрушал все абсолютно. Все абсолютно. Они даже ходили по зданиям и срывали и уничтожали все царские портреты. А уж не говоря о том, что там Петр и Екатерина, конечно, все сбросили это. Но безобразничали ужасно много. Вот, ну, что мне хотелось еще сказать, что надо очень внимательно как-то вот к памятникам городским относиться. Вот, Константин, значит, предложил, что надо божевские какие-то образы такие. Это все правильно так, но на них нельзя зацикливаться особенно, так. Вот это так же, как вот у меня есть такие сведения, что когда Татищев сюда приехал и назначал вот эту строительную, тельство плотины, там было капище чуди белоглазой, понимаете, и была там чудская царица. Вот представьте себе, что как бы наш город весь вот покоился на этой памяти этой чудской царицы. Вот вам ее надо бы восстановить как-то. Она неизвестно, как выглядела и в чем как была одета, но это таланты и, как говорится, представления о будущем. Вот. Ну, это так, к слову сказать. В принципе, я за то, чтобы... Ну, вполне сочетается одна ваша идея с другой. Образ матери с образом праматери. С образом праматери, да. Праматерь нашей территории вообще будем говорить. Так. Александр, готовы взяться за подряд? Ну, именно этот? Конечно. Нет. Я об этом не думаю. Я думаю я о другом. У меня товарищ меня покинул здесь, и он очень любил Монголию. И я подумал, что вот с каждым днем вырастают небоскребы, и я хотел бы поставить на этих небоскребах, ну, формально, или вот, как я сказал, невидимого мира, я уже их ставлю. Фигуры монгольской женщины, которая смотрит в сторону Монголии. Дело в том, что я тоже полюбил Монголию, и понимаю, что внутри каждого у нас есть вот этот вот простор, вот это настоящее, что мы хотим увидеть. И я вот сейчас вижу на этих небоскребах стоит такое, в общем, крашеные болванки монгольских женщин, которые смотрят на свою Монголию. Вот в этом... Слушайте, давайте не про Монголию. Нет, нет, нет. Давайте закончим передачу вашим мнением по поводу дополнительных пилонов. Вот то, с чего мы начали. Ну, а чё пилоны, пилоны, тоска зелёная, это всё это, все эти памятники, на них смотреться скучно. Не то, что они есть, но они навязчивые идеологии вот этого есть. Мы всё это знаем, мы даже если бы не знали, ничего бы не произошло. Что за насилие вот этих вот, вот этой идеологии, вот этих вот, вот этих кладбищей, которые раскидываются, значит, у нас в городе. Мы и так это знаем, нам не надо 10 раз говорить, и я... Вы видите, Эльвире Сергеевне было очень важно. Что это? Эльвире Сергеевне, маме погибшего майора, было очень важно, чтобы имена были увековечены в камне. Ну, понятно, чтобы в городе была часть могилы, я всё это понимаю. Здесь вообще неразрешимая ситуация с мамой. Ну, вы как человек, обладающий явным художественным вкусом, за или против? Проект вы видели? Нет, я не в праве чего решать, конечно, за. Конечно, за. Я никогда не буду говорить слово «нет». Раз люди хотят, то... Спасибо, что пришли к нам сегодня. Давайте закончим словами нашего телезрителя. Она нам написала «Ставьте всё, и Клаву, и Катерину с Петром. Чем больше, тем лучше». Ну, правда, что что-то время уберёт само. В чём-то права. Это была программа «Самомнение». Хорошо, что всё так вышло к всеобщему удовольствию. Всего доброго. Хорошего вечера, друзья. Спасибо. 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 Спасибо.